Что может объединять лучше, чем любимое дело? Недавно на нашем канале вышло видео о поисках трюфеля в России. Оно находится здесь или по ссылке в описании. В этом видео мы покажем большое мероприятие Ассоциации Логот и Романьола по поиску трюфеля. Меня зовут Евгения, вы на канале Догвель. Поехали! Мы беседуем с Натальей Сергеевной Быковой, президентом Ассоциации Логот и Романьола. Наталья, подскажите, пожалуйста, а какие цели у Ассоциации? Самая главная цель нашей Ассоциации – это объединить владельцев, заводчиков, питомники и другие кинологические организации, которые заинтересованы в породе Логота и Романьола и популяризировать данную породу. На регулярных основах подобные мероприятия и праздники трюфеля проходят в Италии. Каждая осень – это несколько дней праздничных, когда проходят ярмарки, где продается трюфель, изделия с трюфелем. В России таких праздников пока не было, однако популяция собак наших с каждым днем растет, и мы решили придерживаться традиций итальянских и в этом году устроить праздник, который мы планируем устраивать в дальнейшем каждый год. Продолжение следует... Продолжение следует... Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! Мы уже видели вас в предыдущих видео и видели ваши активности с собаками Логота и Романьола летом. Вы ведете активный образ жизни, и поэтому я хочу спросить, что сегодня здесь происходит и что вы здесь делаете? Сегодня просто какое-то невероятное событие, потому что собралось так много единомышленников и любителей породы Логота и Романьола. Поскольку Логота это собака, которая ищет трюфели, сегодня решили познакомить Логот в России с тем, что они должны делать по своему призванию. И вот пригласили всех любителей породы, у кого есть эти собаки, протестировать их, насколько они способны, кто больше трюфелей, кто меньше, и встретиться с единомышленниками, обсудить, потому что нас стало настолько много, что появилось очень много общих интересов. И вот это желание, этот жар и пыл, которые существуют у любителей породы, вот вылился в такое великолепное событие. Даже погода не остановила, да? В Москве неожиданно прошел как бы снегопад, выпал снег, и несмотря на все на это, как бы собралось очень большое количество участников. Да, и самое интересное, что Логота это тоже не остановило, они ищут снег, не помеха для того, чтобы в почве найти трюфель. Все прекрасно работали, мне кажется, все молодцы, да. Логота Романьола И также два щенка из нашего питомника сегодня тоже здесь, пробуют себя в поиске трюфеля. А насколько вот для собаки вообще, ну как бы полезно участие в подобном мероприятии, насколько вот вообще это помогает в ее там социализации? Это отличный вопрос, как раз я и хотела сказать, что сегодня как раз наши дети приехали, можно сказать, на социализацию, познакомиться поближе со своими сородичами и испытать себя в новом статусе, непосредственно в поиске грибов. А чем еще можно заниматься с Логотами, ну вот зимой или вот как бы уже такой поздней осенью? Мы катаемся на беговых лыжах, и если не липкий снег, и даже если он липкий, то мы идем в лес, на трассу, и Логота прекрасно с нами бегают по 3-5 километров. И в целом можно, если поздняя осень, велопрогулки, они прекрасно в кардионагрузке вас поддержат, а зимнее время это лыжи, это наше все. Очень здорово. А с какого возраста собака может принимать участие вот в подобных мероприятиях? Есть какая-то градация, ну вот как на выставках? К участию в подобных мероприятиях, я думаю, что собаку можно готовить с самого раннего возраста. Но насколько нам всем известно, изначально собаку знакомят с запахом трюфеля еще с рождения. Маме мажут трюфельным маслом сосочки, и вместе с молоком матери у собаки появляется ментальная способность воспринимать этот запах. Сегодня наше мероприятие носит более информативный и познавательный характер, поэтому здесь представлены собачки разного возраста. Но, конечно, в соревнованиях уже должны участвовать более подготовленные собаки, чтобы это было комфортно непосредственно и хозяину, и самой собаке. Алексей, вы являетесь владельцем собаки Лаготера Маньола. Подскажите, пожалуйста, как давно вы владеете этой собакой, и как изменилась ваша жизнь после этого приобретения? С собакой у нас Лаготера Маньола уже 7 лет. Изменилось, конечно, кардинально все, и очень весело. Я когда один, например, остаюсь по работе или в командировках, конечно, тоскливо. С собакой у нас необычайнейший любитель леса. Мы очень любим ходить в лес, он просто в восторге. То есть часа 3-4 легко проводят, всегда ходят по грибам. Но обычные грибы его не интересуют. А что сегодня, зачем вы сегодня сюда приехали, и что нового, может быть, для себя узнали? Приехал сюда, в первую очередь, конечно, увидеть столько собак я никогда не видел в один момент. Столько Лаготера Маньола никогда в жизни, это очень здорово. Они все такие интересные, разные. Я вообще очень люблю животных, и здесь, конечно, пообщаться с таким количеством Лаготера Маньола, это потрясающе. А приехал сюда, ну как, увидеть собак, помочь организаторам сделать это первое пилотное мероприятие. Поучаствовать в показательных выступлениях по поиску трюфеля, ну и поделиться со всеми своими знаниями, науками, чем мы с Коломбо. А, так это вы владелец легендарного Коломбо. Да, это наша собака, мы очень гордимся. Я приветствую всех собравшихся здесь. Для меня очень, как бы, было большой неожиданностью, что такое количество людей в такую погоду здесь приедет сюда к нам. Собаки попробовали себя в ринге. У кого есть интерес к этому, то могу сейчас потихонечку рассказать, как бы, да, потому что некоторые даже не знают, для чего они приехали и так далее. То есть, вот, в ринге, как надо с собакой выступать. Вот, собака должна быть готова еще с детства и сюда должна приехать для того, чтобы выступить, показать, выиграть что-то там. Вот, я думаю, что на следующий раз, когда мы здесь соберемся, вы уже сможете достойно здесь выступить, что-то показать и сделаем настоящие нормальные соревнования, может, с какими-то призами. Вот, сегодня замечательно выступила Коломбо. Собака, которая все эти годы тренируется. Тренируется, хозяин Алексей Бронзов. Последняя наша встреча была в Крыму, Коломбо там занял первое место. Вот, сейчас тоже ему здесь равных не было. Очень много собак растет молодых, которые придут на смену, да, и вот их надо бы готовить. Также сегодня мы побеседуем с Альбертом Перепелкиным, руководителем питомника Альберта Ричи и главным специалистом в России по поиску трюфелей. Альберт, расскажите, пожалуйста, существуют ли в России какие-то занятия, где можно научить собаку искать трюфеля? Ну, в данный момент таких занятий не существует, потому как порода логоторманьола в Россию приехала не так давно. И спросом она на поиск трюфелей не пользовалась. Вот, сейчас, мы вот сегодня собрали, у нас праздник такой, народу было 36 собак было сегодня. И уже возникла необходимость собак обучать поиску трюфелей. И поэтому мы будем создавать организацию, которая будет этим заниматься. Это, ну, как бы, будут какие-то курсы, куда можно будет записаться? Да, можно будет записаться, да, и пройти курсы. Это уже будет зависеть от способностей собак, сколько эти курсы займут времени, и от желаний хозяев. Но сегодняшнее мероприятие у нас было, чтобы собраться и посмотреть, какое количество людей желает встретиться, привезти своих собак. Вот, и я был просто удивлен, то есть у нас сегодня приехало 36 собак и более 60 человек людей, которые с этими собаками приехали. Просто поражен. Сегодня были показательные выступления, вот, и соревновательные мероприятия. То есть соревновались в ринге собаки. Показало, что те, кто занимался раньше, те, как бы, не утратили своих навыков, а те, кто пришел вновь, они смотрели за ними и тоже набирались опыта какого-то. Вот, мы очень довольны сегодняшним праздником, мы очень благодарны всем, кто посетил это мероприятие. Большое всем спасибо. Вот, думаю, что еще раз встретимся. Расскажите нам в комментариях, понравилось ли вам это видео и какие мероприятия со своей собакой посещаете вы. Поставьте лайк этому видео, включите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!